Свет горящих российских НПЗ освещает наш нелегкий путь. И когда кажется, что везде мрак, нужно открывать видео, как горит очередной завод оккупантов. Депутат Госдуры спец по animal-борделям Журавлев предрек поражение России в войне. Угадайте, из-за кого? Лишать имущества и гражданства. Что не так с мобилизацией в Украине? Я Наталья Власова. Подписывайтесь на наши соцсети и останетесь без главных новостей. Не сегодня. Каждое утро в нашем коллективе начинается со сводок с горящими россиянскими НПЗ и аэродромами. Это тебе не лупить по складам новой почты и отчитываться ртом Коношенкова о очередных уничтоженных сотнях танков и тысячах натовских наемников. С получением ракет Атакамс Украине будет легче обрывать оккупантам логистические цепочки, а также бить по центрам принятия решений, как когда-то грозились сами путинисты. Кстати, очень забавный диалог состоялся между пропагандисткой Скобеевой и депутатом Госдуры Журавлевым. Это тот, который о европейских борделях с черепашками, рассказывал. Оказывается, он специализируется не только на скотоложестве, но и на военных стратегиях. И показания у данного пациента путаются. Оказывается, Россия не воюет со штатами. И вообще полномасштабной войны нет. А самое ужасное, дескать, такие города, как Часовьяр, можно стереть с лица земли. А вот что делать с крупными населенными пунктами? Ракеты, конечно, серьезное оружие. Надо заметить, что, конечно, оно не оборонительное, оно атакующее оружие. Это понятно. И там до 300, а по некоторым сведениям, и смотря от какого заряда, до 500 километров может. У них, конечно, возможности сейчас расширяются. Так вот, потихонечку, потихонечку, они же тоже прощупывают, прощупывают. Заметьте, ну, ведь оно так и было. Сначала мы даже дживелины там, а где они, на западе Украины будут или на востоке. А сейчас уже ракеты до 500 километров могут быть. Поэтому они, это любая война так. Другой вопрос. Что мы можем ответить, конечно. Конечно. А мы готовы вот на такую полномасштабную войну? Сейчас все говорят. Мы воюем с Соединенными Штатами. Да мы не воюем с Соединенными Штатами. Если бы мы с ними воевали, то был бы совсем другой расклад. Вот мы сейчас будем штурмовать эти большие города. Ладно, там часов яр, у нас хватает. А такие, как их штурмовать? Понимаете? Бомбить их ковром, бомбардировками? Ну, конечно, мы не сможем это сделать. Окружать нужно больше людей. А мы готовы сегодня, так сказать, действительно, вот на такие серьезные вещи и на серьезные вызовы, которые сейчас нам ставит Запад. К большой войне готовят. А у нас, понимаете, в некоторых пропаганда, какая идет в некоторых либеральных, так сказать, радиостанциях, там, толстый пингвин, да не знаю, как он там, глупый пингвин прячет тело жирное в утесы. Понимаете? Не дай бог что-нибудь. Мне больше всего понравилось, как обозреватель борделей с животными не смог выговорить слово пингвин. А еще его умозаключение, что в возможном поражении Россиюшки виновата проклятая оппозиция. Это те три с половиной хипстера, которые сидят за границей и маркируются как либералы. И вот они не пойдут умирать за царя, сетует депутат. Скажу больше, и сам Журавлев не пойдет. Ведь до сих пор он предпочитает ходить по московским барбершопам и по пропагандистским шоу. А мог бы штурмовать какой-либо городок на Донбассе. Но не депутатское это дело. И тут можно возразить, а сколько украинских депутатов воюют? Я знаю, что в процентном отношении от всех слуг народа это ничтожно мало. Но при всем моем прохладном отношении к мандатодержателям, эту войну объявляли не мы. И идти походом на Москву, стирать с лица земли Саратов, бомбить Ростов, возвращать Кубань в родную гавань пришло не нашим депутатам в голову. Как минимум публично такого никто не озвучивал. Про некачественных детей было. Про продай собаку, заплати коммуналку было. А вот объявить войну соседнему государству не припомню. Впрочем, это не делает наших чиновников, политиков, депутатов белыми и пушистыми. На каждого Журавлева найдется своя Ирина Фарион или Марьяна Безуглая с инициативами лишать имущества и гражданства. Как с водой не выплеснуть ребенка? Это к вопросу о мобилизации, консульских услугах для мужчин, охоте на ухилянтов и прочим инициативам по добровольно-принудительному повышению патриотизма. Некоторых народных избранников слегка несет. Хотя лучшим стимулом мог бы быть личный пример самого депутата или членов его семьи. А еще борьба с коррупцией и социальной несправедливостью. Когда одни в батальоне Монако, а вторые в окопах под Авдеевкой. Мы часто говорим о проблемах у россиян, но это не значит, что не замечаем бревна в собственном глазу. И эти бревна становятся тяжелой ношей для украинского общества. Есть ли усталость от войны? Да, у многих. Есть ли депрессия? Да, у большинства. Жизнь иногда идет не по сценарию единого телемарафона. Но в конце концов это лучший иллюзий и напрасных фантазий про 2-3 недели войны, заканчивающихся ракет у РФ или про кофе в Крыму. А пока в Крыму не кофе, но наши атакамсы на военных объектах. И это уже хорошо. Самое темное время, как известно, перед рассветом. Нам слегка освещают путь пожары на россиянских НПЗ. Верим в нашу армию, поддерживаем защитников и друг друга. Подпишитесь на наш YouTube-канал и пропустите. Главное, не сегодня.